С крыши на стропу, на свой путь. Сейчас он пройдет, все проверит. Да, еще немножко полежит. Фриди, отдыхай, набирайся сил, мы тоже подождем. Перед тем, как ступить на стропу, Фриди Кюни, хайлайнер с мировым именем, должен просто полежать несколько минут. Это часть его моральной подготовки к переходу, ведь даже со страховкой он все равно сильно рискует. Зрители собрались у экрана, затаив дыхание. Связь со спортсменом налажена. Остались считанные мгновения до кульминации Волга-феста. И вот то, что здесь происходит, это такое новое вене, новый смысл, новый взгляд на вещи, новый взгляд на происходящее, новый взгляд на будущее. Я думаю, он заставляет переосмыслить где-то, переоценить что-то и уверенно двинуться вперед. Изначально планировалось, что маршрут Кюни будет пролегать с одного берега Волги на другой. 1400 метров расстояние, 80 метров высота. Поставить новый рекорд хайлайна над водой помешала погода. Сильный ветер усложнил и без того рискованный замысел в несколько раз. Впрочем, лишась гостей фестиваля эффектного шоу, знаменитый спортсмен не стал. С тропу протянули с крыши высотки до подъемного крана. Прогулка получилась не над Волгой, а вдоль. Но и такого в Самаре до Фриди еще никто никогда не делал. Да, было очень много трюков, что удивительно. Всякие прыжки, стойка на плечах. Да, это было здорово. Лично я, лично я бы никогда не попробовал в жизни, я очень боюсь высоты. Но в целом это очень круто. Да, было очень волнительно. Особенно, когда он делал всякие трюки, переворачивался. Казалось, что вот он может упасть. Но в последний момент он как-то изворачивался и все было хорошо. Все, что прям каждый раз подпрыгивало. Это было очень волнительно и необычно. Но самое вкусное на десерт. Фриди Кюни не стал бы всемирно известным канатоходцем-экстремалом, если бы не ставил перед собой невероятные задачи. Вместо того, чтобы спуститься с крана на землю, он полез на самую вершину. Те самые изначально запланированные 80 метров. И уже оттуда, под аплодисменты, эффектно спустился на прошуте прямо на пляж. Пусть и не через Волгу, зато финал эпичный. А красавица река от хайлайнера никуда не денется. И свой изначальный маршрут Фриди Кюни обязательно исполнит в дальнейшем. По крайней мере, нам в интервью он это пообещал. Я бы хотел приехать еще раз, чтобы пройти по линии через Волгу. Не просто вот такая боковая стропа, а прямо натянутая через реку. Но я все еще чувствую, что мне дико повезло, что я смог пройти здесь вместе с людьми Самары. И это здорово. На счету Фриди Кюни не одно достижение. Он был и в ущелье Вердон во Франции. И даже прогулялся между двумя небоскребами в Москве-Сити. С первой попытки преодолел 245 метров, поставив новый мировой рекорд. И эта высота над Волгой, он уверен, тоже рано или поздно будет взята. Андрей Фазеев, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова